CS GO на Steam Deck. Что это вообще такое? И йоу, друзья, всем привет, меня зовут Алекс. В этом видео я не буду подробно рассказывать про Steam Deck, потому что на ютюбе про это уже есть миллионы роликов. Что-то, конечно, скажу, но это исключительно будет относиться к Counter-Strike Global Offensive на этой портативной консоли. Как выглядит CS GO сейчас на Steam Deck? Сколько там FPS-а? Какие вообще есть отличия? Удобно ли вообще играть? И что будет в будущем с CS GO именно на Steam Deck? Это вас реально удивит. И так как я понимаю, что вы просто обожаете ролики на подобную тему... Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Но я реально безумно стараюсь для вас. А, и кстати, ютюб сейчас очень сильно лагает, вы это все знаете. Поэтому обязательно нажмите на колокольчик, чтобы просто не пропускать мои новые ролики. Будет новая информация, я же выпущу новый ролик просто. Ну а кто еще не подписан, обязательно это сделайте. Ну а лучшие комментарии, как всегда, выпадают в видео. А я вам желаю приятного просмотра. В CS GO поднялись цены на ключи в два раза? И игра, которую ты хотел купить, тоже подорожала? Парень, это не беда. Вы можете покупать игры по минимальным ценам. Rust 169 рублей. GTA 5 189 рублей. Аккаунт CS GO, где много вещей 329 рублей. Аккаунт CS GO с ножом 699 рублей. И просто все игры по минимальным ценам. Ну а если вы хотите крутые пушки, то CS GO тайное 179 рублей. Просто посмотрите, что здесь есть. CS GO засекреченное 149 рублей. И также много всего другого по минимальным ценам. Так что покупай и играй в свое удовольствие. Ссылка, конечно же, будет в описании. Итак, начнем постепенно. Как вы знаете, в мире консолей, конкуренции в портативных консолей вообще нету. На самом-то деле, из актуального сейчас есть только Nintendo Switch, как я понимаю. И куча разных там китайских брендов, которые мы вообще не знаем. И вот, наконец-то, компания Steam выпускает Steam Deck. Да, конечно, официально пока ее купить очень сложно, только по предзаказам. А если и удается вам это сделать, то цена просто космическая. Ну реально, продают по полторы, две, три тысячи долларов. Такую цену реально платить готов не каждый. А вот в дальнейшем, когда наши страны завезут Steam Deck, цена будет поприятней. За самую плохую версию 399 долларов. За среднюю версию 529 долларов. За самую крутую версию 649 долларов. Самое главное отличие между этими версиями заключается в памяти. Ну и так как я сказал, что я не буду подробно рассказывать про характеристики, я просто вам покажу на экране. Кому интересно и кто шарит, тот сам поймет все. Но скажу так, в принципе, для портативной консоли это очень неплохие характеристики. Для тех, кто вообще не знал что-то такое, я вас ознакомил. Теперь переходим к следующему пункту. Это игры. Как уверяет компания Valve, игры от самой же компании Valve максимально оптимизированы под Steam Deck. И вы просто заходите в консоли, сразу в Steam заходите и можете спокойно скачать практически любую игру. Но друзья, не путайте игры от компании Valve и игры, которые есть в Steam. Это совсем разное. Потому что все-таки очень много игр не оптимизированы под эту консоль. Могут очень сильно лагать, не работать, либо же просто постоянно вылетать. Но как я понимаю, в дальнейшем компания Valve будет работать над этим. И с каждым и с каждым днем на Steam Deck можно будет установить и поиграть спокойно во все больше и больше игр со Steam. Ну а как вы знаете, в Steam есть практически все игры в мире. И да, как предполагается, FPS у вас будет хороший в этих играх. Уже есть даже специальный сайт, Proton Database. Именно на этом сайте собраны характеристики практически всех игр. И на данный момент существует три статуса. Первый это Verified, то есть игра полностью верифицирована, работает идеально на Steam Deck. Второй статус это Playable, то есть в игру играть возможно, но с некими трудностями. Не все-таки идеально, как было бы просто на ПК. И третий статус это Unsupported, то есть игра вообще не поддерживается на Steam Deck. И вот небольшая статистика, это топ 100 игр в Steam. 19% офигенно работают на Steam Deck, все верифицировано, все очень круто. 33% игр просто играбельны, а вот 29% вообще не поддерживаются. Каждую отдельную игру также можно проверить. Это мы и сделаем в принципе с CSGO, но немного дальше в этом видео. Следующий пункт это актуальность Steam Deck. Многие могут подумать, блин, зачем компания Valve выпускает Steam Deck, ведь такие портативные консоли были популярны реально лет 10 назад. Я думаю все помнят там PSP, PS Vita. И после PSP очень долгое количество времени не было вообще нормальных портативных консолей. Я про PS Vita даже не говорю, это полный провал. Рынок был полностью пустой. Многим казалось, что это максимально не актуально, потому что у всех детей и у всех подростков появились крутые телефоны, которые тянут крутые игры там с Play Market, с App Store, да и мобильный гейминг реально очень вырос. Я думаю все знают на каком уровне сейчас находится PUBG на мобильных телефонах. И в этот рынок было заходить просто опасно другим компаниям. Представьте, вы сделали крутую консоль, а ее просто никто не покупает. Это никому не надо. И вот со временем мобильный гейминг все рос и рос, там становилось все больше и больше игроков. Сейчас мобильный гейминг конечно же перегоняет компьютерный гейминг, там намного больше пользователей, потому что телефон себе могли позволить все, а вот компьютер уже нет. И первый кто решился на такую авантюру это компания Nintendo. И что я могу сказать, у них реально получилось. С их супер дорогими играми, не сказал бы даже, что супер какими-то крутыми играми, они смогли навести шум в этом рынке. И вот компания Valve решила сделать то же самое. Только перспектив у Steam Deck намного больше, чем у Nintendo Switch. Потому что Steam Deck сделан на основе Linux, и это намного круче, чем Nintendo Switch и даже мобильные игры. Поэтому перспектив реально очень сильно много. Да и тем более, что такое мобильные игры? Это портативный гейминг, ты можешь играть где хочешь, тебе не нужен компьютер. Именно эта ниша сейчас самая популярная. И компания Valve в нее успешно заходит со Steam Deck. Они выбрали правильный вектор развития. Потому что с каждым днем это будет становиться все популярнее и популярнее. И цена Steam Deck официальная, не такая уж и дорогая. И я вам даже скажу, даже дешевле айфона. Именно поэтому Steam Deck очень сильно может составить конкуренцию. А теперь мы перейдем, наверное, самому главному пункту на сегодня. Это CS GO. Потому что мой канал посвящен CS GO. И составит ли конкуренцию игра CS? Перейдут ли люди с ПК на Steam Deck? Как вы понимаете, у меня еще не было возможности купить эту консоль. Но благо, англоговорящие блогеры уже купили и записали ролики. С которых мы сможем сделать с вами вывод. Сейчас на своих экранах вы видите геймплей CS GO на портативной консоли Steam Deck. Что в плане FPS? Обратите внимание. На максимальных настройках 115 FPS примерно. Это очень-очень хорошо. Да блин, у половины моих зрителей даже 60 FPS нету на их компьютерах. А на какой-то маленькой приставке 115 на максималках. Если брать минимальные настройки, то это будет примерно 200-250 FPS. Также обратите внимание там на последнее обновление CS GO. Компания Valve максимально меняет CS GO и максимально ее оптимизирует. Теперь во многих обновлениях мы видим контроллер. Это сделано для того, чтобы можно было проще играть в Counter-Strike. Потому что все вы знаете, что в шутер с джойстиками играть очень сложно. А CS GO к тому же еще и киберспортивная игра. Кроме этого, CS GO еще в Steam Deck получила статус Playable. Да, это не статус Verified. Что там все круто и все идеально. Это значит, что в игру можно играть, но это некомфортно. Вот, я зашел специально на сайт Proton Database. И давайте посмотрим, что здесь написано про CS GO. Как вы видите, перевод на сайте очень сильно корявый, его еще не сделали нормальным. Потому что что-то есть вот на русском языке, что-то на английском. Самое главное, как вы видите, на английском языке. Поэтому я воспользовался переводчиком. В этой игре иногда отображаются значки мыши, клавиатуры или контроллера. То есть, грубо говоря, вы играете в CS GO и у вас как бы видно мышь. А это же консоль, какая мыша, она там не должна быть видна. Некоторый внутриигровой текст мелкий и может быть трудным для чтения. Тоже, в принципе, понятно. Это еще не оптимизировали, но это оптимизировать реально. Но зато радует, что все функции доступны при использовании конфигурации контроллера по умолчанию. То есть, в принципе, все функции работают. Графическая конфигурация этой игры по умолчанию хорошо работает в Steam Deck. Это тоже реально безумно радует. И вот еще какой-то баг, связанный с внешними USB контроллерами. Я думаю, это тоже в дальнейшем пофиксят. Это все будет делаться очень просто. Поэтому да, понятное дело, что в CS GO на Steam Deck есть какие-то мелкие баги. Которые, конечно же, незначительные. И играть можно, потому что статус – playable. Вот даже есть пруф с ролика Anomaly. И ему удалось купить Steam Deck, и он делал обзор на CS GO. Конечно же, есть и плохие новости. Что как-то конкурировать с игроками на ПК вы вообще не сможете. Так как один парень проводил тест и выяснил, что отклик мыши на Steam Deck 50 миллисекунд. Это очень много. И в каких-то киберспортивных шутерах это очень сильно влияет. Поэтому против людей, которые играют на ПК, а именно при помощи клавиатуры и, самое главное, мышки, вы конкурировать вообще не сможете. Грубо говоря, вы сможете играть в CS GO только против ботов. Про какое-то большое звание я вообще не говорю. Максимум Silver 4. Какие-то быстрые флики делать практически невозможно. И какой мы можем сделать вывод? Что вообще будет в дальнейшем с CS GO на Steam Deck? Так как компания Valve уже делала специальные обновления для Steam Deck, специальные для контроллера, чтобы людям было проще играть в CS GO. В дальнейшем таких обновлений будет все больше и больше. Особенно, когда Steam Deck выйдет в наших странах официально. И обновления хоть и выходят, но на ПК вы их не видите. А вот на Steam Deck они реально очень сильно заметны. Поэтому можно, в принципе, сказать, что это будут две разные версии. И в этом случае говорить про кроссплатформенность нет смысла. Тут реально лучше сделать отдельные сервера для игроков на Steam Deck и оставить отдельные сервера для игроков на ПК. Потому что, поверьте, вам будет максимально скучно играть в CS GO, когда вы просто не сможете сделать ни одного килла. Вас будет просто уничтожать все с компьютеров. И никакой конкуренции вы составить им не сможете. Поэтому я уверен на 100%, что CS GO на Steam Deck будет меняться. Не прям в новую версию, но какие-то обновления будут выходить параллельно. Допустим, будет выходить обновление, которое не будет касаться совсем ПК-версию CS GO. И что-то наоборот. Выйдет какое-то специальное обновление для ПК, которое не будет касаться Steam Deck. Но сейчас реально главное, чтобы не произошло то же самое, что и с PlayStation и Xbox версиями. Потому что все вы помните, что они полностью остановились в развитии. И никаких новых обновлений там реально не выходит уже лет 10. Я думаю, компания Valve не допустит такую ошибку в этот раз. Ну а я надеюсь, вам этот ролик был реально интересен. Я ответил реально на все ваши интересующие вопросы, я думаю. Ну и если тебе не сложно, то пожалуйста, влепи лайк. Мне будет безумно приятно. И обязательно подписывайся, чтобы просто не пропустить мои новые ролики. Возможно же будет новая информация, и я сразу сделаю про это ролик. Ну а на экране у вас появились интересные видео с моего канала. Просто кликайте и смотрите. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи. До скорых встреч.